МФТИ Максим Абрамов. Он сдавал ЕГЭ, выдавая себя за одиннадцатиклассника одной из столичных школ. Максим, что толкнуло вас на эту авантюру? Меня попросил знакомый, абсолютно не предлагая, не давая никаких денег, из какой-то студенческой солидарности. Я согласился, это стало какой-то глупой шалостью, наверное, какой-то азартной игрой для нас. Но и не осознавая серьезности ситуации, мы просто с каким-то даже подростковым хвастовством взялись за это мероприятие. Спасибо, мы в прямом эфире. Скандал вокруг ЕГЭ с переодеванием и перевоплощением достиг апогея. Семеро студентов престижного московского вуза попытались изобразить школьников. Родители выпускников одной из столичных школ предложили им сдать за своих чат единый госэкзамен по математике. А почему бы и нет, подумали семеро смелых и вошли в школьный класс, чтобы сдать ЕГЭ. Максим, а как все-таки вас нашли заказчики? Я не знаю, как у них была система рекрутинга. Меня попросил один из участников. То есть конкретно... Школьник? Нет, один из участников из студентов, который тоже писал ЕГЭ. И просто по знакомству, видимо, просили всех звать своих друзей. И сколько вас таких было? Семерых мы, знаем, задержали. Семь человек. Возможно, кто-то был еще, но мы никого не видели. То есть подпольная организация действовала? Ну, практически. Это же организация действовала. Вы сначала сказали, что какой-то приятель, я так понял, какой-то приятель попросил вас. Сейчас вы говорите, что там система, работали люди рекрутинга. А можно я пожму руку человеку? Рекрутингу. Можно я вам пожму руку? Спасибо вам большое. Вы хороший человек. Спасибо. А за что вы пожимаете руку? Я пожимаю руки, во-первых, за знания, за то, что человек понимает, что он может это сделать. А эти люди, они сделают... Может сделать что? Может сдать ЕГЭ? Может сдать ЕГЭ по математике выдавали. Ну, студент МФТИ, было бы странно, если бы он не мог сдать. Я вас уверен. Ну, так замечательно, значит, он умный человек. Вот за это, это с одной стороны. А с другой стороны, я вам пожал руку за то, что вы показали всю бредовость этой ситуации. Потому что ситуация, когда студент... Ну, что происходит? Студент за ребенка сдает экзамен, а полицейский его ловит. Это наши дети, и эти, и эти. Что такое происходит? А сейчас мы давайте обсуждать организованную преступную группу. Вы же с ума сошли все? Нет, подождите. Дети с детьми дают экзамен. Нет, подождите. Во-первых, сдача экзаменов за другого человека была и 30 лет назад. Не надо. Это не новость. Это всю жизнь. Но только милиционеры не ловили. Не ловили. Ну, потому что... Может, и плохо, что не ловили? По сути... Ну, иногда и ловили. Тогда милиционеры ловили. Я вам скажу, что в 50-е годы, в 50-е годы, моя мама принимала экзамены в одном институте. И она подошла к девушке и сказала, вы списываете. Да? И девушка сказала, в 50-е годы, там еще чуть-чуть Сталин только умер, да? Вот. Говорит, вы списываете. Она говорит, нет, не списываете. Нет, вы списываете, встаньте и покиньте аудиторию. Она говорит, я не покину. Я не покину. Она говорит, сейчас я вас так выведу с кем-то, да? Она говорит, я не покину, потому что я жена Льва Яшина. И вы мне ничего не сделаете. Это было в 50-е годы. Мать говорит, вы не знаете, чья я, дочка. Это вы к чему? И я вас точно закатаю. Это вы к чему рассказываете? Ну, потому что всегда это было. Ну, всегда были списывания, всегда было блат и ссылки на авторитеты, и всегда были вот эти дела. Это никогда не носило такого характера, и никогда полиции... А сейчас за бабки. Согласен. Сейчас мошенничество. Вот его можно посадить. Вы знаете, давайте мы дадим... Да, Янис Александрович, вы сказали, плохо, что не ловили раньше. Вы знаете, давайте дадим, во-первых, квалификацию определенным деяниям, которые... Давайте, дайте ее. Это очень важно. Значит, считаю, я считаю, что в действиях наших студентов, к сожалению или к счастью, я не буду давать таких пламенных оценок, нет состава преступлений. Ну как, а 159-е мошенничество? Нет, 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 нет. Здесь нет состава преступлений. Они пользовались, пользовались, я так понимаю, чужие документы. В данном случае документы они не подделывали. Вы приходите по чужие документы. Да вы что говорите? Максим, вы пришли со своими документами или чужие эмоции? Какие эмоции? А, секундочку, пришли с чужими паспортами. Все, значит, документы не подделывались. Значит, для этого есть... Нормально. Вот мы сейчас говорим о том, что есть в данном случае преподаватели, которые обязаны были выявлять. Для этого они и есть... Преподаватели школьные. Преподаватели, которые... Школьные преподаватели. Которые должны выявлять и сличать людей, соответствующего паспорта и соответствующего человека. Это не произошло. Поэтому претензии есть к конкретной школе и конкретным преподавателям. Да это нельзя рассматривать как уголовное какое-то дело. Секундочку, вы давайте дадите квалификацию, а потом поговорим о себе. Давайте только покороче, если можно. Совсем коротко. Так вот, можно говорить лишь о том, что лица, которые поручили им это сделать, конечно, как минимум должны быть лишены этих результатов. То есть они не сдали эти экзамены. А все остальное это эмоциональная часть. Хорошо, давайте... А деньги по чужому паспорту неподделанному можно получать? Значит... И получить со счета деньги по чужому паспорту вьетнамца. Товарища Ку. Вот, можно получить? Нормально? Это не посадят. Можно или нет? Посадят. Снимая статья, в данном случае, часть третьей не работает. Что не работает? Можно или нельзя? Спасибо. Можно или нельзя? Нельзя. Я хочу узнать, как отреагировали в престижном московском ВУЗе на то, что произошло с их студентами. Я приглашаю в студию проректора по учебной работе Юрия Александрович Самарский. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше первое желание и реакция, когда вы об этом узнали? Когда мы об этом узнали 15-го числа, позвонила из редакции телевидения «Звезда», назвали две фамилии. Вот девушки, Ксении, и еще одного мальчика. Первая реакция была точно так же, как и у ректора. Ребята, нужно поганой метлой отчислять за такое безобразие. Это была первая реакция. Следующая реакция. Давайте все-таки... Когда эмоции улеглись. Когда эмоции улеглись, на следующий день появились еще четыре. И опять же только телевидение и журналисты сообщили о новых фамилиях. Причем в списке там было 8 или 9 человек. Просили наши все эти ребята. Мы быстро проверили. Там четыре человека было еще вот в этом списке. И совершенно ясно, что правильный ход. Надо сначала разобраться. Официальных никаких бумаг еще не было. Никто не предъявлял ни обвинения, ни... Это все раскрутили журналисты. Молодцы, спасибо им. Замечательно. Вот теперь давайте попытаемся дать оценку. Какую вы оценку даете, как проректор по учебной работе? Слово оценка означает следующее. Это два... Есть два фактора. Вот первый. Это вот то, о чем уже сейчас шла речь. О том, что все-таки человек, когда видит, что он берет чужой паспорт, это нарушение этических норм для него, и то, что порог понижен, что ребята воспринимают это как... Нравственный порог. Нравственный порог. Однозначно. Длинный химосейческий. Дайте чеку сказать. А в целом система, смотрите, к чему это... Второй фактор. Второй фактор. Потому что сами по себе ребята не приходили, ни с какими преподавателями не договаривались. В смысле с родителями там и с кем-нибудь. Вот то, что нам известно. Кто-то был, какая-то организация, ООО, Рога и Копыта, которая через друзей, через знакомых обращалась. Почему к ребятам физтеха? Да понятно, потому что они замечательно знают физику, математику и без проблем. Они их приглашали на разных условиях. Там вот это, мне очень нравится такое, по приколу называется. Или на спор сдам я... Да ладно, вы верите в приколы. Но только за деньги. Только за деньги. Возможно, значит, слово... Нет сейчас никаких приколов. Ну что вы, ну по приколу все... ООО работает по приколу. Бои эти по приколу... Те дали... Андрей Михайлович, по приколу такое возможно вообще, как... По приколу, не по приколу. Мне кажется, что мы должны понять... Мы сейчас ставим в неловкую ситуацию всех, уважаемого преподавателя. Мы должны понять, что вообще происходит. У нас создана ситуация, когда мы 10 лет обсуждаем абсолютно банальную историю сдачу школьных экзаменов. 10 лет, это новость новостей. Значит, в самой системе... 13 лет. 13 лет, тем более. Значит, в самой системе что-то не так, если каждый раз мы обсуждаем ЕГЭ как какую-то новость. Это первое. А второе. Я верю в то, что по приколу. Верю. Вы считаете, что на все дети хотят только зарабатывать деньги? Я не думаю, что люди, которые учатся в физлице, они так... Значит, вы не понимаете, что в стране произошло за это время? Или вы не понимаете, что в стране произошло? Нет, знаю. Я хорошо... Ничего личного. Только бизнес. И вы... Это лозунг этой страны. Вы не очень хорошо знаете студенты ВПТ. Да, конечно. И я не очень хорошо знаю. Знаете, я считаю, что в данной ситуации нам не стоит обсуждать, что я могу бы быть. Меня нельзя перекричать. Можно я до конца договорю? Я режиссер, у меня громкий голос. Я считаю, что... Не угрожайте, пожалуйста. Не надо обсуждать уголовно, не уголовно. Надо понять, что если в ситуации одни дети в нарушении закона помогают другим детям, это сама по себе ситуация ужасная. Вот то, что это стало возможно, само по себе это ужасно. Давайте послушаем, что говорят сами студенты относительно того, на что они пошли. Мне было интересно с целью выяснения своих навыков, вспомнить школьную программу. Поэтому я согласился это сделать на добровольной основе. Прошел, слушал, что имеется такая возможность. Я из-за своей вечной тяги к чему-то новому и тому, что нельзя, решил попробовать это проверить. Где-то в мае один знакомый предложил написать. Но я согласился, потому что написание ИК для меня не представляет особой трудности. Меня зовут Соловьева Ксения Пауна. Я пришла сдавать экзамен за Исаева Хусейна. Янис Александрович, у вас нет ощущения, что на самом деле, может быть... Передайте, пожалуйста, микрофон. У вас нет ощущения, что ребята лукавят? И, может быть, они не говорят специально, что за деньги? Знаете, ребята лукавят. Вот здесь звучало и 159, и 237, в двух словах буквально, очень коротко. В одном случае с помощью паспорта завладевали средствами, а в другом случае ничем не завладевали. Как не завладевали? А как они... Нет, это другая квалификация. Так вот, я хочу, по сути, сказать, уважаемого режиссера, который так громко говорит, которого невозможно переключать. Так вот, хочу сказать следующее. Конечно, изменилась, и здесь я согласен с Алексеем, ситуация. Успешный человек, у которого много денег. Это принципиальная ситуация, которая уже случилась в стране. И на сегодняшний день, у тебя есть деньги, ты человек, их нету, ты уже не соответствуешь. Если не нравится система, ну давайте другую. Другое дело, что система та, которая, понимаете, они так же придут в вузы и так же будут давать взятки. И так же поступать. Опять, у кого будут деньги, те поступят. У кого нет, не поступят. Значит, дело не в том, условно говоря, какие схемы при этом заложены. Может быть, их надо подправить. А в идеях, когда с утра до ночи с экрана в телевидении рассказывают на сегодняшний день, если у тебя нет денег, ты никто и так далее. Когда успешность мерится в количестве в губах силикона или чего-то еще, извините меня. Тут ситуация, конечно... Давайте неправильно. А зачем вы поступили в институт? А зачем вы поступили в институт? Секунду, сейчас обязательно задание. Скажите, пожалуйста, если бы ребят сказали, что они это делали за деньги. Это как отягчающие обстоятельства. Это машина. Это уже другая история. Если они это группа листов, предварительно с поваром, это другая. Хотя тоже тонкая штука. Я здесь с Алексеем, по-моему, можем долго спорить. Не столь важно. Они же умные. Да, Юрий Александрович. Одну ремарку. Они, конечно, без денег это делали. Особенно за кусейно. Когда посмотрели список этих ребят, они из четырех факультетов и почти друг друга не знали. То есть это их рекрутировали какие-то другие люди. Это не они сами. Но они же где-то нашли, эти люди. Значит, это бизнес. Через друзей. Значит, это бизнес. Ну, наверное, да. Работала организация. Можно спросить у человека, зачем он поступал в институт? Максим, что ты отвечаешь? С какой целью вы шли в МФТ? Заниматься наукой, потому что это один из лучших вузов. Вы понимаете, что с помощью науки нельзя разбогатеть? Можно. Секундочку, я не вас спрашиваю. Я спрашиваю молодого человека. Максим, как вы считаете? Можно зарабатывать себе на жизнь, на приличную жизнь наукой. Но зарабатывать огромное количество денег, естественно, нельзя. То есть деньги для вас не главное. Главная наука. Ну, если бы вы, вот вы лично были в стенах нашего вуза, вы бы заметили, что в нашем институте даже из преподавателей ни разу никто никогда не брал взятого. Так, у нас в институте совсем другая, совсем отличается от других. Верю, кстати, в из тех немножко... Хорошо, Максим, а можно тогда еще раз, зачем вы пошли на это? Сдавать ЕГЭ за одиннадцатиклассников, о которых вы вообще не знали? Еще раз повторю, мне нечего добавить. Просто попросили знакомые. Это студенческая солидарность. С другой стороны, это для нас была какая-то шалость, нам было интересно, то есть какая-то авантюра. Солидарность студенческая со своими одногруппниками, однокурсниками или с незнакомыми ребятами? Это были знакомые студенты, которые участвовали там же. То есть я не знаю, кто их просил, они попросили меня. Ну и вот, собственно, только по этим причинам. Еще, кстати, мы не говорим об ответственности тех, кто дал этот паспорт. Мы обязательно об этом поговорим. Я прошу прощения. Я хочу понять, что здесь происходит. Мы суд или мы пытаемся разобраться в проблеме? Мы пытаемся разобраться. Если мы пытаемся разобраться в проблеме, то мы должны понять, что это трагедия нашего общества, то, что происходит здесь. Проблема же заключается именно в том, что Митрофанов, который сюда пришел, и которого я с экрана хорошо знаю и часто слышу, ходит ведь не за деньги, а бесплатно. Поэтому проблема заключается именно в том, чтобы мы с вами поняли вот какую вещь. Студенты, которые говорят вот так вот, они действительно лукавят. Но вопрос в том, почему они лукавят. То есть вы считаете, что они за вознаграждение это делают? А потому что у нас слова честность, репутация, труд изгнанный из обихода словасного запаса. Потому что у нас мы беспокоимся в том, чтобы найти крайнего. Я долгие лета работал и в школе, и в вузе. И очень часто в вузе у меня был один парень. Все куролесят, а он попадается. Он стрелочник. Ведь на 300 тысяч детей, которые занялись этим подлогом, только 12 человек наказаны. Что же мы делаем? Мы не причины ликвидируем. Мы ликвидируем стрелочника. Вот мы их давайте накажем. И ретивые ректоры заявляют, мы их выгоним. А наш президент, то есть наш, не президент, прошу прощения, наш министр, говорит, ИГА же нужно, потому что оно выявляет наши недостатки. Пусть он послушает Митрофанова, он узнает, что эти недостатки были нам известны всегда. Большое спасибо. Что скажет мама золотой медалистки, ставшей участницей этого скандала? Мы в прямом эфире. Моя дочь единственная девочка в мире, завоевавшая золотую медаль на Международной Олимпиаде по физике. А сегодня ими пытаются смешать с грязью.